В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Очередной прием жителей округа прошел в формате выездной администрации. Мы с региональным оператором уже договорились на 50 дополнительных контейнеров. В женской консультации в пригороде Лесной ведут прием еще два новых врача. Если пациентка обращается с жалобами, она в день в день будет принята к ушернодинку. В развилковской школе прошел прием населения в формате выездной администрации. В рамках встречи местные жители смогли пообщаться на волнующие их темы с представителями разных служб и ведомств. Благоустройство, дорожная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение. Благодаря формату выездной администрации свои вопросы удалось озвучить и найти пути решения более чем 40 жителям развилки и ближайших деревень. Ирина Лениченко пришла с наиболее острой и обсуждаемой сейчас поселки ситуацией. В сентябре у 44-го дома был установлен шлагбаум. И теперь подъезд к домам 41, 42, 43, а также развилковской школе сильно затруднен. До этого времени мы заезжали беспрепятственно напрямую с общих дорог прямо к дому и к школе. Сейчас данный выезд у нас ограничен. Нам оставили только одну полосу. Причем надо будет проехать не напрямую, как мы раньше ездили, а в объезд через соседние дома. Тема требует проработки и юридической оценки, поэтому ответ займет некоторое время. Еще более долгоиграющая ситуация у Ирины Спиревой. Женщина проживает в деревне Мамоново, где отсутствует водоснабжение и канализация. Заложниками этого коммунального вопроса стали более тысячи человек. У нас нет канализации, хотя мы живем в трех километрах от Камкада. Вообще нет, никакой. И самое главное, кроме канализации, у нас нет водоснабжения. Мы пользуемся водой скважины, которая была пробурена совхозом имени Ленина в 1960 году. То есть 64 года назад. Вторую часть встречи провел глава Ленинского городского округа Станислав Катров, который в течение почти двух часов лично отвечал на все вопросы и обращения. Жители, близлежащих к развилке деревень, обратили внимание на ситуацию с мусором. И решение этого вопроса есть в ближайшее время здесь, а также по всему муниципалитету появятся новые дополнительные контейнеры для мусора. Мы с региональным оператором уже договорились на 50 дополнительных контейнеров. Если контейнеры понадобятся еще, значит они предпоставят их еще. Потому что они являются региональным оператором по нашему городскому округу. И если они откажутся это делать, они этим региональным оператором являться не будут. Большая беспокойность у местных жителей вызывает дорога-развилка Дроздова-Беседы, на которой нет освещения. Мы давно уже боремся, друзья, где-то вкратце знают, что-то осветители, потому что здесь есть одна дорога смерти. Тему прокомментировал заместитель главы Ленинского городского округа Сергей Гаврилов. Действительно, вопрос очень острый. Несколько лет, ну, черт, как-то получилось, не смогли выбить на уровне области финансированные эти люди работают. Это МКАД, Беседный МКАД, соответственно, почти шесть деревень на эту дорогу выходит, несколько ПЛПХ, то есть там действительно объективно надо просить защищения, делать освещение. Станислав Катаров пообещал взять ситуацию с дорогой под личный контроль. Все обращения приняты в работу, без внимания никто не останется. Встречи с заселением в формате выездной администрации будут продолжены в округе на постоянной основе. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На здании Видновской школы номер 7 появилась мемориальная доска, посвященная ее бывшему ученику, Андрею Худякову. Он участвовал в специальной военной операции, но в самом конце 2023 года погиб, исполняя воинский долг. О герое и тех, в чьих сердцах живет память о нем, расскажет Максим Козлов. Андрей Худяков. Родился 15 февраля 1986 года. Учился в Видновской школе номер 7. Занимался спортом, рукопашным боем и каратэ. За сухим перечислением фактов биографии, огромная жизнь, которая оборвалась в битве за независимость и процветание России, на открытие памятной доски, посвященной бывшему ученику Видновской школы номер 7, Андрею Худякову, собрались представители руководства муниципалитета, депутатского корпуса, родственники героя, учащиеся и преподаватели учебного заведения. Открывая эту памятную доску, я хочу, чтобы каждый знал и для себя в душе помнил, что наши русские ребята, русские парни, они всегда на страже своей страны. И что бы ни случилось, победа останется за нами. Андрей Худяков погиб 31 января 2023 года, выполняя боевое задание. Открыли памятную доску родителя Андрея, глава округа Станислав Катаров, военный комиссар города Домодедово и Ленинского округа Михаил Горданов и священник Николай Шапарев. Доска здесь, на школе-то и прибита, чтобы именно наши молодые люди видели это, школьники видели этот пример. И, конечно, и нам всем необходимо помнить, всегда помнить о том подвиге, который совершил Андрей. Вечная ему память. Когда началась специальная военная операция, Андрей Худяков не пожелал остаться в стороне. Спортивная закалка и опыт, полученный на работе, на охранном предприятии, были хорошим подспорьем в службе. Посмертно Андрей Худяков награжден Орденом Мужества. Когда есть такие ребята, как Худяков Андрей, Россию никто и никогда не сможет поставить на колени. Мы сегодня склоняем головы перед стойкостью матерей, которые потеряли своих сыновей. Это памятная доска и цветы, скромная дань памяти тем, кто погиб, сражаясь за мирное небо над головой своих соотечественников. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнар Балаева. Видное ТВ. В Ленинском округе прошел день донора. Желающих сдать кровь принимали во Дворце спорта с 9 до 12 часов. Организовала пункт забора Московская областная станция переливания крови. С донорами пообщалась Юлия Стаферова. Плазма и эритроциты используются для лечения травм, ожогов, тяжелых заболеваний, а также кровь необходима для переливания. Донорская кровь спасает тысячи людей. С каждым годом ее нужно все больше, поэтому потребность в добровольцах всегда очень высока. Сегодня во Дворце спорта «Видное» состоялся день донора, который организовала Московская областная станция переливания крови. Сотрудники привезли необходимое оборудование. Для прохождения процедуры донорам нужно предоставить паспорт и СНИЛС, а также получить допуск от врача. Сначала идет регистрироваться, оформляет все документы. Оформляет документы, регистратор проверяет эти документы. Затем донор идет к лаборанту, делается экспресс-анализ крови. Потом после лаборанта он идет на допуск к доктору. Доктор его осматривает, определяется. И по поводу допуска к донации. И после этого донор идет в операционную на сдачу крови. Донором может стать любой желающий гражданин от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины не более четырех. Между донациями крови должно пройти не менее 60 дней. К донации надо готовиться за три дня. Это щадящая диета. Это нельзя ни в коем случае употреблять алкоголь. Но и в принципе ни жареного, ни копченого, ни соленого. Все такое диетическое. Сергей Сидоренко сдает кровь с 2013 года. На сегодняшний день он сделал это уже 219 раз. Ему вручили удостоверение почетного донора. А также он возглавляет донорский совет Ленинского округа. Хочется помочь нуждающимся. Последних больше 10 лет я езжу в Московский областной центр крови. И сдаю тромбоциты для Балашихинского детского онкодиспансера, для маленьких деток. Ну, Бог миловал. Тромбоциты большие у меня всегда. И с моей одной донацией хватает 3-4 деткам влить тромбоциты для лечения или для профилактики. Наталья Зеленина также является почетным донором. Сегодня у нее юбилейная 50-я донация. Я себя прекрасно чувствую. Я даже себя лучше чувствую после донации, чем до. Появляется такая легкость. У меня голова свежая. День донора призван обратить внимание общества на проблемы нехватки крови и на ее заболевания. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В филиале женской консультации микрорайона Пригород-Лесное начали работать два новых врача. Расширение штата позволило оказывать помощь еще большему количеству женщин. Как новые медики принимают пациентов, узнала Инга Инчук. В 2023 году был открыт филиал женской консультации Видновского перинатального центра в микрорайоне Пригород-Лесное. Это позволило жительницам проходить обследование рядом с домом. У нас на данный момент принимают три врача, акушера-гинеколога. И появилась возможность день в день попасть на прием к врачу. Мы принимаем и экстренных пациентов. То есть, если пациентка обращается с жалобами, она в день в день будет принята к акушер-гинекологу. Сейчас в женской консультации обследуются более 300 женщин. Одна из них, Анна Литвинова, наблюдается в филиале Видновского перинатального центра впервые. Но ждет появления на свет уже второго малыша. Так как район новый, то очень много молодых семей, у которых есть детки, и не один, два, три. И, конечно, население нуждается в медицинских таких учреждениях. Штат специалистов пополнила Людмила Батарова, врач высшей категории, со стажем работы более 35 лет. Акушер-гинеколог поделилась, что выбрала филиал микрорайона Пригород-Лесное из-за расширенного спектра услуг, предоставляемых пациентам. Здесь все в шаговой доступности для пациентов и для беременных, и для гинекологических. А возможность сдать все анализы, пройти обследование, получить направление на госпитализацию в Видновский перинатальный центр. Молодой специалист Шабнам Мамедова также присоединилась к команде врачей. После окончания первого Московского медицинского университета имени Сеченова она завершила ординатуру в УРУДН и более пяти лет отработала в частной клинике. За две недели работы акушерным-гинекологом филиале Видновского перинатального центра Шабнам уже обрела постоянных пациентов. День принимаем примерно 22-23, иногда бывает 25 человек. Пациенты разные, каждый день приходят на учет, встают. Несмотря на то, что открылся перинатальный центр в июне, уже у нас очень много беременных, которые вот здесь стали на учет. После пополнения коллектива профессиональными специалистами возможности женской консультации стали шире, а количество пациентов увеличилось вдвое. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok